Добрый день, друзья! С вами Архивная революция, я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк Виталий Горбач. Виталий, приветствую! Мы сегодня с тобой решили таки завершить тему Курской битвы, а именно авиации в ней. Да, мы сегодня закончим тему и Курской битвы, и участие в ней авиации. И в заключительную нашу программу мы сделаем какие-то выводы общие по состоянию нашей немецкой авиации. И по возможности заглянем немного вперед на 2-3 месяца, посмотрим, что изменилось по результатам Курской битвы в деятельности наших ВВС. И по возможности посмотрим, как видели эту проблему немцы. Ну, во-первых, я бы просто для начала хотел сказать по изложению, потому что мы записали там достаточно много, 12 или 13 программ. Я бы хотел сказать, что... Назовем по итогу чертова дюжина Виталия Горбача. Это уже как рекламную акцию можно сделать. Мы рассматривали последовательно все операции, из чего Курская битва состояла. И, конечно, вот этот рассказ, он, ну, может быть, для кого-то явился таким... Ну, непросто было это слушать, потому что очень много статистической информации, количество самолетовылетов, разные направления ударов, с разным успехом развивалась операция. И я думаю, что, конечно, может быть, зрителям было бы куда привычней, так скажем, взгляд из кабины. То есть самолеты вот эти всегда мемуары или рассказы конкретных людей, которые воевали ветеранов, они всегда как-то ближе и интереснее. И проще самое главное. И проще, да. Но вот такой взгляд, как через рассмотрение наземных операций, он обладает тем положительным моментом, что действия авиации мы начинаем видеть в приложении к тому, как действовали наземные войска и что в итоге привело нас к победе в 45-м году. Ну, и это единственное верное было выбор, стратегии рассмотрения. Почему? Потому что все действия советской авиации были исключительно завязаны на действию сухопутных войск. Немецкой в значительной степени, опять же. Значит, и здесь мы, собственно говоря, вот, когда рассматривают события из кабины, зачастую не создается полной картины. То есть мы видим обычно это рассказы людей, которым выжили в войне, и обычно они носят такой характер, ну, может быть, излишне положительный заряд. Вот эти вот темы потерь, вот какие-то неприятные темы, темы поражений, трудностей, они зачастую отступают на второй план. Это естественно, человеческие организмы реагируют. И может сложиться впечатление, что война – это такой набор интересных приключений. И так, как в кино показывают, там, биты, там эти самые воздушные бои. Томолеты делают перевороты, стреляют. Это все вот такой… Тигур высшего пилотажа. Несколько американизированный подход. И второе, что вот по изложению хотел сказать, конечно, может быть, и работа у меня уже достаточно давно, в 2007 году вышла. То есть значительное количество времени прошло. Надо обновлять. На качественно новом уровне. И, возможно, какие-то оговорки у меня были во время программы. Вот хотелось бы также, может быть, принести извинения, что если были эти оговорки. Еще раз хотелось бы сказать, что вот этот путь рассмотрения, он был не зря выбран именно таким. И задача была именно показать влияние авиации или, наоборот, ее малое влияние на какие-то эпизоды Курской битвы и рассмотреть все это в комплексе. С чего бы я хотел начать? Я бы хотел начать вообще с верхнего уровня. Какую роль сыграла Курская битва вообще в истории Великой Отечественной войны? Ну, входит она в число знаменитых битв. Обычно говорят, битва под Москвой, под Сталинградом. Третья идет всегда битва на Курской дуге. И, в общем-то, если, скажем так, у среднего обывателя, культурного, в хорошем смысле слова, культурный человек, который, может быть, не очень сильно завязан на военной истории, вот спросить, что такое битва под Москвой, он скажет, ну, немцы осенью подошли к Москве, потом в декабре мы перешли в наступление, немцев отогнали от Москвы. То же самое можно сказать про Сталинградскую битву, что сентябрь, октябрь, половину ноября обороняли город, выстояли, и потом ударили с флангов, группировку окружили, и вот фронт после этого покатился на запад. Вот в отношении Курской битвы здесь такая ситуация, что тоже есть такое распространенное мнение, что наше командование приняло решение на преднамеренную оборону, измотали немцев на обороне и далее перешли в наступление. И уже наступали все время. Да, и наступали все время, и вот в этом, собственно говоря, как говорится, дьявол кроется в деталях, вот в этом кроется дьявол в отношении оценки результатов Курской битвы. Почему? Потому что еще в 93-м году, когда было 50 лет Курской битвы, к нам приезжали, была конференция российских немецких историков, и уже тогда российские историки, они в большей степени были, наверное, советские еще, по своим взглядам. И надо сказать, что именно тогда выявилось, вот я помню рассказы своего соавтора Дмитрия Борисовича Хазанова, что некий такой шок был от того, что оказывается, что вторую часть Курской битвы, именно момент нашего наступления немцы рассматривают как достаточно успешные оборонительные бои, отступление в полном порядке. В общем, это сильно не вязалось с той картиной, которая у нас сложилась именно в советское время, то есть какого-то полного разгрома. В чем заключался этот полный разгром, никто не писал. Ну, ты же помнишь, 5-го числа салютовали первый раз в Москве освобождение Белгорода и Орла, соответственно. Да, но сама логика событий в советское время особо не описывалась. То есть это были мемуары, в которых было трудно понять, что же конкретно произошло. И, в общем-то, я вот еще помню, когда в школе учился, меня всегда удивляло, еще на уроках истории, что вот до 42-го года немцы наступают, наступают, и вдруг происходит нечто, и начинается откат в обратную сторону. Ну, понятно, что для школьника это, в общем-то, в советское время так бы и осталось загадкой. А вот с точки зрения современных знаний, когда мы уже знаем, как развивалась операция Кутузов, как развивалась Румянцев операция. Милские операции. Милские операции. Когда мы видим эту взаимосвязь, мы начинаем понимать, что вообще значение Курской битвы, оно, может быть, даже не столько вот в этом наступательной фазе, хотя, конечно, ликвидация Орловска-Плазаром была очень важна, но в том, что, во-первых, было ликвидировано немецкое наступление. Это главный, так сказать, итог первой части Курской битвы. И второе, что путем вот этих наступлений, может быть, даже не всегда удачных, я имею в виду, по своим конечным целям или по выдерживанию тех рамок временных, которые на них отводились, тем не менее, инициатива была вырвана у противника. Вот эти два момента, они являются основными для Курской битвы. То есть, отражение немецкого наступления, я повторюсь просто, нам сейчас кажется, что это само собой разумеющееся, но вот те, кто, значит, интересуется Курской битвой по самим, по тем событиям, которые были в районе Белгорода при немецком наступлении, вот эти тяжелые наступления в районе Орла, когда, значит, перебрасывались, там, две танковые армии были введены в бой, там, общевойсковая армия, другие резервы. И, в общем-то, освобождение Орла и ликвидация Орловского плацдарма, все это заняло там буквально чуть ли не месяц, больше месяца. Вот эта картина, она нам как бы рисует объективно, как все это происходило, с какими сложностями. И вот зачастую, я вот даже смотрел в комментариях, вот к своим программам я видел, что там некоторые люди писали, мы победили в Курской битве, значит, мы победили в воздухе, а значит, все было хорошо. Я надеюсь, что наши программы, они продемонстрировали, что развитие ситуации было очень сложным, события были очень многогранны, и именно так к ним и надо относиться. Порой все висело буквально на волоске, то есть в некоторых ситуациях, очень даже, прямо скажем, повезло там, в некоторых ситуациях. Мы говорили в предыдущей программе, сейчас еще свежо, так сказать, воспоминание про операцию полководец-румянцев. Вот, допустим, очень многие населенные пункты, которые уже вроде как должны были в ходе ее быть освобождены, они были освобождены в течение месяца уже после завершения Курской битвы. Вот я напомню, допустим, Ахтырка 25 августа, Люботин 28 августа, это вот несколько юго-западней Харькова, Мерефа 5 сентября, Волки, это населенный пункт на дороге между Харьковом и Полтавой, да, 16 сентября, Красноград 19 сентября и сама Полтава 23 сентября. Хотя, как мы видели, уже в момент наступления, там, к 9-му, 10-му, были планы наступления на саму Полтаву. То же самое на Орловской дуге. Вот тот же город Брянск был освобожден 17 сентября. Мы видим, что вот это сражение, оно удалось для Красной армии с большими сложностями, и потом потребовалась какая-то передышка для того, чтобы возобновить боевые действия. Наверное, это, так сказать, общие слова вот по самой Курской битве. Перейдем, наверное, к авиации. Я напомню, что в нашей первой программе мы говорили о том, что то, как советская и немецкая авиации пришли к лету 43-го, это является, они прошли долгий путь, и авиация в Германии военная и в Советском Союзе развивалась по-разному. Несмотря на то, что вроде бы, как бы, и здесь, и там одни, и те же типы самолетов, летчики, вроде как бы, должно быть похоже, но, скажем так, философия использования авиации, то, что связано с командованием авиации, со взглядами на ее применение, с организационной структурой. Да, с организационной структурой все это, оно как бы различалось. Если говорить кратко, напомнить эти тезисы, то мы скажем, что, во-первых, Люфтваффе, оно в большей степени являлось, как бы имело такую над собой командование, более независимое, чем ВВС Красной Армии. То есть... Вообще независимое, в принципе. Да, в принципе, Геринг был и политической фигурой, как мы знаем, которого было множество там всяких, не только Люфтваффе командования, но и другие должности. Но Люфтваффе было любимым детищем, он был летчиком-истребителем, и, собственно говоря, наличие вот такого, как бы сказать, босса, да, командующего, оно в большей степени повлияло на самостоятельность Люфтваффе. На самостоятельность и на ответственность за свои результаты. Такая бонза политическая, да, которая стоит во главе ВВС, она не только изолировала Люфтваффе от влияния других частей вооруженных сил, да, командования сухопутных войск, там, военно-морского флота, но в то же время предъявляла повышенные требования. У нас авиация в большей степени была как бы предата к армии. То есть это мы положительно относились к теории Дувы, да, то есть мы строили и стратегическую авиацию, и с приходом, допустим, того же Смушкевича активизировалось развитие, да, там, принятие новых самолетов на вооружение. Но во главе нашей авиации долгое время стояли не летчики, не выходцы из вот ВВС. Мы помним, что и Локтионов, и Алкснис, все они были, в общем-то, сухопутными командирами. И Леонид Мушкевич до определенного времени политическим руководителем, скажем так. Ну, тем не менее, в общем-то, вот именно, скажем, только в 1940 году началась какая-то такая... Первый-то летчик, собственно, был Рычагов, который чистый летчик. Чистый летчик, да, можно сказать. Который не выходец ни от каких, ни из каких структур. Это первое, что хотелось бы сказать, что... И, собственно говоря, вот эта самостоятельность Люфтваффе, она предопределяла многие стороны, включая тактику и задачи, которые лишала авиация. И второй момент – это то, что вот эта вот структура, как бы отдельно стоящая, она позволила выдвигать на командные должности именно людей, которые непосредственно росли от рядового пилота до командира эскадрильи и так далее. То есть, вот Люфтваффе все время обновлялась структура именно лучшими пилотами. И вот такая эффективность этого вида вооруженных сил, она в большей степени определялась именно вот этим ростом, именно где-то с 1940 года, да, когда немцы начали проводить активные операции. Второй момент – это то, что... То, что вы сказали, Михаил, про структуру. То есть, структура у немцев сложилась к 1940 где-то году, к началу наступления на Западе. Основные бомбардировочные эскадры, истребительные. И практически до 1943 года не менялось количество вот этих групп. У нас же ВВС находилась в процессе развития, как мы знаем, и реформирования. Но мы не будем на этом останавливаться. Плюс к этому около 20, там, свыше 20 тысяч самолетов должны были произвести. В общем, Великая Отечественная война застала наше ВВС в процессе и получения новой матчасти, и создания новых соединений, и создания новых полков. Там количество полков, по-моему, два с половиной раза увеличилось по сравнению с началом 1939 года. То есть, вот... А планы были еще более грандиозны. Дальнейшее развитие, то, как они пришли к 1943 году, уже определялось тем, что немецкие ВВС пытались сохранить в основном вот эту структуру, да, и понятно, что им сил стало не хватать по мере расширения театра боевых действий. Там и Средиземноморье, и Атлантика, и Норвегия, и Западная Европа. Основную часть поглотил Советский и Германский фронт летом 1941 года. Наша же авиация развивалась, понеся большие потери в 1941 году. Наоборот, где-то с 1942 года, по мере увеличения выпуска самолетов, начали структуру отстраивать заново. То есть, сначала создали воздушные армии, потом начали формировать корпуса, то есть, улучшать управление. Потом появились специализированные корпуса, истребительные, бомбардировочные, штурмовые. И вот, собственно говоря, к лету, к лету 1943 года, ВВС Красной Армии и Люфтваффе пришли в таком состоянии, что Люфтваффе сохраняло как бы старую структуру, но уже ощущался недостача количественной авиации, то есть, требовался намного более мощный ВВС, особенно в плане истребительной авиации. Наша же промышленность и командование обеспечили постройку структуры ВВС, накачивание новыми соединениями, но не было возможности подготовить за короткое время такое количество пилотов до того уровня, который требовался. И плюс вставало, конечно, понятие в тактике, мы об этом еще поговорим, и, в общем-то, столкновение, битва на Курской дуге, она показала, то есть, это было первое такое, ну, если не брать кубанское сражение, первая проверка вот этих соединений, как корпуса, проверка использования массированных ударов авиации. Впервые мы применяли в таких масштабах массированный удар авиации. Это попытки применения штурмовиков в виде охотников, действия по коммуникациям, это выработка, попытки выработки новой тактики истребительной авиации. В общем-то, Курская битва явилась очень большим испытанием и большим поводом для того, чтобы многие моменты в боевой деятельности и улучшить, и пересмотреть. Опять же, я зачастую вижу, что появляются такие мнения, что в 43-м году было все замечательно, мы подготовили прекрасные полки, которые немцев разгромили летом 43-го года. Но, к сожалению, вот такое благодушное, я бы даже сказал, преступно-благодушное мнение, оно не соответствует никаким документам, ни нашим, ни немецким, нигде в наших документах, я вот не читал, что люфтваффе разгромили, и все было замечательно, и прибыло прекрасное пополнение, которое разгромило люфтвафф, и все очень хорошо. Наоборот, документы наши свидетельствуют о обратном, что проблемы были очень большие, и что самое главное, командный состав их не скрывал, и очень многие вещи, они, вот мы сейчас можем наблюдать это в архивных документах, что ситуация была сложная, ее решали, но все это было связано с большими потерями, и зачастую именно вот этот кровавый опыт становился поводом для того, чтобы вносить те или иные изменения в работу ОВС. Ну да, я вот в прошлой передаче, мы когда разговаривали про итоги Румянцева, я говорил, вот вроде Румянцев завершился, 23-го числа мы захватываем Харьков, освобождаем полностью, извиняюсь, Харьков, а там 25-го, 26-го числа у нас в документах проходит, что группа там по 100 немецких бомбардировщиков без прикрытия истребителя бомбят те же предместия Харькова, все, что там южнее западника соснаносят бомбовые удары, содействуют своим войскам, действуют без истребительного прикрытия, наши истребители их пытаются таковать, там наносят какие-то потери, ну, это им не мешает действовать, тем не менее, все это время, и это, еще раз повторю, конец августа 43-го года, когда мы вроде везде победили уже. Ну, вот сейчас мы как раз к этому обратимся, значит, я хотел что сказать еще. Когда мы рассматривали Курскую битву, мы увидели, что каждая операция наших ВВС, вот у нас было две оборонительные операции, оборонительная операция Центрального и Воронежского фронта и наступательные две операции, да, каждая из операций имела свои особенности. Вот зачастую, опять же, я, может быть, как бы так пытаюсь оппонировать к таким виртуальным оппонентам в интернете, скажем так, да, но тем не менее, вот я вижу, что присутствует взгляд на то, что вроде как бы оборонительное сражение создается ощущение, велось на одном участке фронта, просто сходились массы самолетов. В одном месте. Да, чуть ли не в одном месте. И вот когда люди говорят, что наши летчики были там всегда лучше, мы сбивали там, и все было замечательно. Сейчас, кстати, очень хорошее для, я в кавычках говорю, для, так сказать, диванных у нас экспертов есть момент, то, что на памяти народа выставили очень много документов, включая авиационных частей и соединений, где есть отчеты помесячные. И там везде же, как обычно, в нашей истребительной части, у нас традиция, где-то один к пяти примерно должен быть, любой можно отчет взять, любой дивизии или корпус, и мы примерно один к пяти немцев крылья, короче. То есть на один сбитый свой истребитель мы, как правило, заявляли пять побед в воздушном бою. То есть и люди, которые, естественно, это люди, которые никогда не видели никаких документов до недавнего времени, никогда не интересовались историей Великой Отечественной войны и историей войны в воздухе. И, как правило, весь их опыт сводится к тому, что они когда-то в детстве почитали несколько книжек детских и посмотрели несколько фильмов. И вот они пытаются рассуждать с точки зрения, ну вот смотрите, вот же в наших документах написано, все, мы же всех сбили, всех побеждали, счет вот такой вот, значит, Плюфтваффу мы раскатали как под орех, как быковцу. Такой, к сожалению, взгляд существует, скажем так, примитивный, с уклоном в уропатриотизм. Я вот хотел сказать, что мы когда рассматривали даже оборонительные операции, мы видели, что ситуация на обоих фасах развивалась совершенно по-разному. Вот я просто хочу напомнить, что, допустим, оборонительная операция Центрального фронта. Первые два дня немцы господствуют в воздухе. Наши потери там приближаются за два дня к 190 самолетам. Немцы захватывают господство в воздухе фактически на два дня. Но уже в первый, в второй день мы начинаем применять свою бомбардировочную авиацию. Причем у нас оказывается, что в полном объеме может действовать 221-я бомбардировочная дивизия, в которой есть своя дивизия прикрытия. И в последующем у нас третий бомбардировочный корпус не может действовать, потому что не хватает истребителей. Но постепенно ситуация выравнивается. Находятся истребители для сопровождения. Уже седьмого мы наносим существенные удары по немецким войскам бомбардировщиками. Девятого и десятого эти удары, можно сказать, даже играют весьма существенную роль в срыве немецких планов. Хотя потери самолетов продолжают оставаться весьма высокими. Такая картина складывается. И что мы видим на Воронежском фронте? Мы видим, что в первый день сбивают достаточно много немецких самолетов, но бомбардировочный корпус Полбина после первого дня боевой работы выводят в тыл. Он не совершает боевых вылетов, скажем так, до 12 июля. И фактически всю фазу немецкого активного наступления у нас действуют штурмовики, которые и так понесли потери в первом налете на аэродромы. И в последующие дни они несут потери. И мы видели, что количество самолетовылетов немецкой авиации, бомбовый залп, кстати, который был весьма существенный, превосходил наш там чуть ли не в два раза. Да, если не больше. Да. Они, собственно говоря, наша штурмовая авиация по сравнению с немецкой бомбардировочной авиацией совершает очень маленькое количество боевых вылетов. При том, что Ил-2 самолетом, который максимум 400 килограмм бомб мог нести. Если мы сравним, допустим, с Юнкерсом, который, или с Хейнкелем, который по 2-2,5 тонны бомб могли нести, становится ясна разница. И вот, когда мы даже видим две оборонительные операции, опять же, если оппонировать к этому виртуальному, так сказать, ура-патриоту, который говорит, что кто больше сбил самолетов, тот и выиграл. Мы видим, что на Центральном фронте 16-я воздушная армия несет большие потери, но применение активной ударной авиации и массированной это применение, оно под конец ставит немцев точно в такой тупик, как ставят наши истребительные авиачасти, которые тоже не могут сорвать эти массированные налеты. То есть, дело в физике процесса, дело даже не в том, наша это авиация или немецкая. При определенном развитии ситуации ни немецкая, ни наша авиация не могли сорвать вот эти массированные удары. И мы видим, что сражение на Северном фасе протекает именно вот в этом контексте. Наличие смешанного корпуса в большей степени помогло нам, чем наличие истребителей в некотором смысле даже. Это может быть такое спорное утверждение, но тем не менее. А вот мы видим, что произошло на Воронежском фронте. То есть, мы выключаем один истребительный корпус из сопровождения своих бомбардировщиков, этим самым мы ослабляем нашу ударную авиацию, которая и так уступала немцам в бомбовом залпе, и мы видим совершенно другое развитие ситуации. Все эти две операции оборонительные, они проходили практически одновременно. И мы видим, как они по-разному развивались. То же самое мы видели в операции Кутузов. Мы видели, что немцы, обладая мощным аэроузлом в районе Орла, действуя по периметру, начинают концентрировать свои действия последние. 12-13 июля против Брянского фронта, с 14-го, условно говоря, где-то по 17-е в районе наступления Западного фронта. Потом, с началом нашего рывка 3-й гвардейской танковой армии, снова авиация туда бросается. То есть, картина абсолютно иная. И недавно рассмотрена операция полководец румянцев. Также мы видим концентрацию авиации на одном направлении, прорыв, прорыв расширяется, авиации начинает не хватать, собственно говоря, как и на Западном фронте. Авиация, ее роль снижается резко. Каждая из операций имеет свои особенности. Если мы начнем дробить операцию, допустим, на более мелкие тужи кутузов или румянцев, мы также увидим особенности. Но это никак не в стиле советской фразы 50 огненных дней и ночей, чуть ли не каждый день шли какие-то бои, и были моменты затиши, и погода влияла, и немцы перебрасывали свои части. Именно вот это применение авиации именно в приложении к наземной обстановке, именно с учетом мнения документов наземных частей, позволяет нам видеть картину в реальном масштабе. Мы никогда ее не увидим, ее, наверное, никто не сможет увидеть, но приблизиться к этому пониманию мы можем. Вот что хотелось бы сказать, очень хотелось бы именно акцентировать внимание на том, что надо понимать, что Курская битва состоялась совершенно из разных эпизодов, и действия авиации были очень разные. При том, что, в общем-то, летный состав везде приблизительно был одного уровня и у немцев, и у наших. Я вот хотел еще отметить, что, когда мы сравнивали сейчас две оборонительные операции, вот, допустим, я уже говорил, что 16-я воздушная армия Центрального фронта, вот 439 самолетов было потеряно. То есть среднесуточные потери с 5-го по 11-го это 62 самолета. А 2-я воздушная армия теряет 371 самолет, то есть 26 самолетов в день. И если даже прибавить потери 17-й воздушной армии, значит, все равно эта цифра будет 39 самолетов в день, все равно она меньше, чем на Центральном фронте. но мы видим, что на Центральном фронте, несмотря на большие потери, удалось быстро локализовать этот прорыв. В том числе благодаря местам авиации эффективным, удачным. Я хотел сказать, я не очень люблю военно-историческое кино, но я недавно посмотрел фильм Медуэй, так получилось, новый американский фильм, 19-го или 18-го года. Тоже смотрел. И там пришла просто мысль в голову, когда вот эта сцена атаки известных девастейтеров на японские авианосцы. Очень характерно, что японские истребители и зенитные артиллерии сбиваются все торпедоносцы буквально, но несколько пар упущенных пикирующих бомбардировщиков ставят точку во всей этой истории. Зачастую люди, когда у нас говорят, что кто больше сбил, тот и выиграл, очень характерный пример. Японские истребители сбивают все американские самолеты, которые были в радиусе их действия. Но единственные упущенные две группы пикирующих бомбардировщиков практически топят все японские авианосцы. В морском сражении, конечно, сила, если в наземных сражениях растянута по линии фронта, в морских сражениях сконцентрирована в кораблях. Вот, собственно говоря, очень хороший пример, когда вроде бы господства в воздухе в тот момент на стороне японцев, но правильное тактическое использование ставит крест на целую большую операцию, а фактически переломливает ход всей кампании на Тихом океане. Такой характерный пример. Что еще можем сказать по общему использованию в Курской битве авиации? Вот эта структура, которая была выстроена с корпусами, с бомбардировочными истребителями, она фактически, ну как, корпуса истребительные, они были ориентированы на захват господства в воздухе. Но мы видим, что находясь в составе воздушных армий, они в большей степени подчинялись командующему воздушной армии, а значит и командующему фронту. И мы очень часто видим, что эти корпуса отвлекались на задачи по сопровождению бомбардировщиков и так далее. Мы видели 11-й смешанный корпус, который имел истребители Ягг-9Т, который мог вести борьбу на коммуникациях, сопровождал струнники. Я хочу сказать, что создание этой структуры летом 43-го года еще не всегда использовалось так, как это задумывалось изначально. То есть, вот эти корпуса, они зачастую раздергивались на разные задачи, истребителей не хватало для разных задач в итоге. И это оказывало весьма существенное влияние на ход событий. И плюс у командующего ВВС не было никаких своих личных резервов. У нас не было каких-то соединений, которые подчинялись только командующим ВВС, которые по своему усмотрению мог бы их, допустим, использовать. Это вот к слову о том, что у нас командование в большей степени было зависимо, а немецкое более независимо. То есть, вот мы видели такие примеры, когда немцы перебрасывали свои части внутри Орловского плацдарма. Мы видели, когда, вот единственный пример, когда командующему ВВС подчинялся второй бомбардировочный корпус, и то он использовался только по ударам по железнодорожным станциям. Командование ВВС, оно в большей степени как бы работало с командующими воздушных армий, а они в большей степени подчинялись... Не в большей, они вообще подчинялись командующему фронту. Они полностью подчинялись командующему фронту. И вот в этом существенная разница в действиях нашей авиации немецкой. Немецкая при хорошей подготовке и, в общем-то, мобильности вынуждены все время перебрасывать вот эти группировки. У нас же вся вот эта структура наложена на территориальное объединение воздушной армии, которые используют те соединения, которые им передали, по своему усмотрению. В этом тоже крылась большая проблема. И еще, что мы увидели, это нехватка материально-технического обеспечения, нехватка ГСМ, нехватка ГСМ для тренировки личного состава, для боевой работы. Мы видели, что основная масса не жалели ГСМ и боеприпасов, допустим, при прорыве обороны. В дальнейшем уже соединения не могли поддерживать такой уровень, как, допустим, это было в Люфтваффе. Люфтваффе было, большую активность могли поддерживать. То есть, вот этот момент. Из общих соображений последнее, это, конечно, хотелось бы, по-моему, отчасти сказать, обращает внимание наличие у нас относительно небольшого количества типов самолетов, да, то есть, вот ударных, допустим, у нас только Пи-2 Бастоны и Ил-2. У немцев мы видим очень большое разнообразие. Значит, это и истребители-бомбардировщики бронированные Фокевульс-190, ну, они же штурмовики, да, штурмовик двухмоторный Хеншель, мы видим... 129. Хеншель-129, да, мы видим, так сказать, многорежимные бомбардировщики, да, Хенкель-111, эти Юнкерс-88, которые там по 2,5-2 тонны могли поднимать. Мы видим двухмоторные истребители, Мессершмитт-110, вот. Мы видим совершенно устаревшие еще до войны Юнкерс-87. относительно устаревшие, как оказалось, Юнкерс-87. Если почитать советскую литературу в советское время везде, особенно... Надо ориентироваться на наши документы, когда наши летчики весьма высоко иной раз оценивали этот самолет. Вот мы видим, какой набор инструментов имел Люфтваффе. И, конечно же, у нас это было не от хорошей жизни. Если бы у нас, конечно, в ВВС война началась, ну, допустим, не летом 41-го, ну, как бы, виртуально, да, и предположить, то у нас бы тоже, может быть, были бы и двухмоторные истребители, и самолетка Черегина, который очень напоминал Фоке-Вульф-190, да, одномоторный Кировщик и Штурмовик, возможно, мы бы подтянулись по этому параметру. Ну, или приняли бы на вооружение Штурмовик Сухого заместа Л-2, возможно, мы бы не увидели таких самолетов, как Як-1, там, Лак-3. В общем, можно предполагать многое, но война началась тогда, когда у нас в серии было небольшое количество самолетов, типов, и, в общем-то, даже такой самолет, как Ту-2, мы знаем, вот, к сожалению, был снят, и уже во время производства, и во время Курской битвы вот его повторно запустили, то есть, сложности в этом плане были очень большие, и это тоже наложило свой отпечаток на то, что мы видели на Курской дуге, то есть, специализация самолетов тоже играла большую роль. У нас же фактически Ил-2 был в одном лице и одномоторным бомбардировщиком, и штурмовиком, и фронтовые два бомбардировщика, это вот Бастон и П-2. Про истребители забыли сказать? Ну, истребители, я думаю, что пытались подтянуть после кризиса 42-го года. Мне кажется, что в истребительной авиации вот самый кризис был связан с появлением у немцев летом и осенью самолета Мессершмитт-109Г, и с ним были связаны основные, так сказать, проблемы. Те работы, которые активировались по нашим самолетам, фактически появление этого самолета под Сталинградом, оно привело к созданию у нас и Як-3, и, в общем-то, к модернизации Ла-5 существенной, и к попытке даже запустить И-185 рассматривался вопрос, и к активации работ по самолетам со 107-дневым двигателем, но все это было, так сказать, уже реакция на это. Курской битве, конечно же, подтянулся уровень несколько, но мы видели, что и в большинстве своем это были самолеты все-таки старых модификаций, ну, уступающих. Ну, что у нас, основные самолеты, которые участвовали, правда, то, что мы рассказывали, да, эти 12 прислалов улучшенный ЯК-1, улучшенный, появился ЯК-7Б, ЯК-7Б очень много было. ЯК-9 практически еще не было, прямо скажем, их мало было, скажем так. Основная масса там несколько полков было уже. Ну, понятно, да. И Ла-5. Ла-5, Ла-5Ф. Ла-5Ф, да, в основном. Там, по-моему, два полка успели на Ла-5ФН перевооружить, но они там тоже не зажгли особо. Да, Ла-5ФН. То есть, как показала практика, самолеты вот эти, которые должны были, ну, они появились фактически летом 42-го года, они к лету 43-го года как-то, ну, сильно лучше не стали, а противник, в общем-то, и Феки-Вульфы новые смог перевооружить. Да, у немцев было значительное улучшение. БФ-109-Ж-6 уже перевооружились, большая часть истребительных групп. То есть, немцы опять, как и летом 41-го года, как и летом 42-го года, нас превосходили в части техники, прямо вот, ну, если не сказать, что на порядок, на полпорядка это точно, короче. Поэтому это им зачастую позволяло действовать так, как они действовали. У нас, в общем-то, сохранялось вот это, мы знаем, что, допустим, проблемы там с внедрением радиаторов были, охлаждение на тех же яках и тех же... Я предлагаю не опускаться до таких подробностей уже. Ну, вот такие подробности, тем не менее, они тоже сдерживали. По части истребительной авиации надо просто, опять же, пояснить людям, которые сидят у телевизора и, может быть, первый раз, может, они не смотрели даже все остальные наши программы, но они смотрели какие-то там, может быть, что-то из последних фильмов современных, да, или документальные фильмы, там, какой-нибудь Red Stars, там, или как это называется, где там рассказывают про воздушные сражения на Кубани, еще где-то там. Надо понимать, что к лету 43-го года группировка, например, немецкой истребительной авиации, которая существовала, например, на начало Барбаросса, на 22-й и 41-го года, уменьшилась ровно в два раза. То есть, вот из 20 групп, про которые ты говорил, истребительных, да, которые были сформированы еще до начала мировой войны, да, до сентября с 39-го года, или там, вот в канун, у немцев к лету 43-го года на Советско-Германском фронте, вот именно от Ленинграда до Тамани, было, ну, 10 групп истребителей. Причем, в самый разгар боев, в самый разгар 1-го августа, 1-го, 2-го августа, на запад, на запад, в Италию, по-моему, бывает, две группы, третий эскадр, в Рейху были они, да, для ПВО, то есть, у немцев от буквально Ленинграда до Тамани остаются ровно три эскадры, 54-я, 51-я и 52-я, в каждой из которых по три группы, всего лишь. Мы еще вот сейчас будем. 9, я просто, извини, договорю, это просто, чтобы люди понимали, 9 истребительных групп, что такое немецкая истребительная группа, кто опять же не понимает, это три эскадрильи и штаб, 40 самолетов истребителей, полк наш. Это как советский истребительный полк. Вот когда мы, Виталий вот рассказывает, вот в полосе, допустим, 2-й воздушной армии, в полосе Воронежского фронта оперируют два истребительных авиационных корпуса по две дивизии. Надо понимать, что это больше, чем все эти немецкие истребительные группы вместе взятые. И когда немцы концентрируют 8 истребительных групп 5-го июля на цитаделе, у них на других участках фронта истребителей остается убывающее небольшое количество. И происходит все время одно и то же. Вот они здесь отработали две недели, их перебрасывают под Орел. Они там раздают 15-й воздушной армии и 1-й воздушной армии. Здесь заканчиваются, их перебрасывают на МИУС, они там сражаются с 8-й воздушной армией. Потом их перебрасывают обратно, они там с 17-й, с 2-й воюют и так далее. То есть, получалось, что, когда мы пытаемся попытаться гипотетически, я понимаю, что у всех горит, всем больно, и пытаются люди сказать, что, ну как же так, ну не могло быть такого, не могли сталинские соколы проигрывать в воздушных боях. Ну вот, к сожалению, могли. Уровень подготовки, уровень материальной части не позволял просто нашим летчикам. Они героически дрались. Тактика не позволяла. Тактика не позволяла. Но они героически дрались. Мы всегда любим их, ценим, и их вклад в победу мы никак не оспариваем. Но тем не менее, ну, просто даже рассудить логически, ну, если бы у немцев было не 9 групп, а 29, тогда уже можно было бы рассуждать то, что немцы скрывают потери, там что-то себе приписывают, что-то отписывают. Понятно, что они скрывали потери, понятно, что они приписывали себе постоянно, что там шейная чесотка была у массы граждан. Да, мы про это скажем. Это желание повесить себе рыцарский крест немедленно, да, и приписать себе там несколько сбитых самолетов, в конце концов. Но тем не менее, надо понимать, что действуя ограниченными силами, на широчайшем фронте от Ленинграда до Тамани, они вот этими постоянными перемещениями и действиями своими вот этих немногочисленных, но очень хорошо подготовленных, обученных и снабженных первоклассной техникой истребителей, они все время наносили нашей авиации очень тяжелые потери. Вот как Виталий рассказывал в предыдущих программах, любой, любой, буквально, вот, любое расслабление на секунду, там, куда-то там забыли обеспечить какую-то группу истребительными прикрытиями, где-то здесь оторвались от своих подопечных. Сразу, как правило, это было вот именно связано с колоссальными потерями и изуничтожением буквально целых групп бомбардировщиков, штурмовиков. Это надо понимать. Это ничего не изменилось с 41-го года. В 41-м году была такая же ровная ситуация, потому что уже в августе 41-го года все прекрасно знали, что надо прикрывать большим нарядом сил свои бомбардировщики и штурмовики, что надо действовать несколькими группами. Группа там прикрытия, группа там непосредственно сопровождения и так далее. Но вот как только хоть в одном компоненте нарушалась вот эта вот связь, как правило, тут же немца наказывали. Поэтому, я извиняюсь, что я так долго говорю, это просто, чтобы люди понимали, что если бы было по-другому, то тогда бы мы могли уже рассуждать, придумывать что-то, додумывать что-то, что немцы действительно что-то от нас скрывают, что-то там не так говорят и так далее. Но когда мы имеем вот такой вот, сколько у них там было, 550 истребителей, по-моему, у них было на Восточном фронте к этому концу августа. Ну вот имея 500 истребителей, это включая еще Заполярье, а здесь-то было там, ну вот как мы говорили, 9 групп истребительных, по 40 самолетов, то есть, ну сами считайте, да? Имея такое количество машин, они при всем своем вот этом вот мобильности, то, что у них был не просто мобильный, а аэромобильный тыл, и они могли перебрасывать вот как ВВС Красной Армии, даже при желании бы не смоглись так вот так перетусовывать свои части, да, брать там, я не знаю, там с Южного фронта перебрасывать на Западный фронт, потому что мы просто пока бы тылы доехали туда, то есть, операция бы уже закончилась, они там просто просто стояли и ничего бы не делали просто-напросто. Поэтому то, что у нас был некий, в свое время выбранный такой экстенсивный путь развития, то есть, не увеличение, не улучшение качества подготовки а выбран был путь именно количества увеличения частей и количества увеличения самолетов и летчиков, оно с одной стороны играло на наши потери в каждом конкретном месте, но в конечном итоге оно приводило к тому, что у нас в каждом месте была группировка, сравнимая как минимум с немецкой авиацией, которая перебрасывалась в этот, в данный момент сюда. Статическая группировка. И при определенном тактическом и оперативном взаимодействии и правильной выбранной тактике, вот как ты говорил на Центральном фронте, мы могли навязать противнику свою волю, несмотря на превосходство его в большинстве компонентов, например, то есть, они уже не могли, например, при всем своей классности. Но рост нашей авиации, он же был связан в том числе и с размерами нашей страны, надо не забывать, то есть, как бы, и Дальний Восток, то, что мы должны были в любом случае иметь мощную группировку. Да, потому что может сложиться, вот просто это часто очень используется в том, как говорится, трупами завалили, а тут самолетами завалили. Ну, надо понимать, что планы нашего предвоенного строительства, они тоже определялись географическим положением. Ну, это да, но тут все-таки применительно, к 43-му году, тут было довольно уже все понятно, то, что мы формируем, это, кстати, очень показательно касается именно современных компонентов армий, то есть, наших механизированных войск и нашей авиации. Картина повторялась. Да, мы больше, мы имели менее подготовленные, хуже вооруженные, хуже обученные, гораздо в меньшей степени технически снабженные части, как авиации, так и механизированные войска, да, но мы этих частей и соединений имели принципиально больше. И с каждым месяцем, там, по мере того совершенствования, там, поставок вооружения нового, техники, транспорта, все более лучшие подготовки личного состава, приобретения опыта, мы с каждым месяцем, с каждые полгода прибавляли в качестве вот этих вот юнитов. А противник принципиально, количественно, своей части не мог, так сказать, клонировать. И по тех потерях, которые они несли тоже. Поэтому, как мы видим, здесь они отработали на пятерку, допустим, здесь они уже чуть хуже отработали через две недели, здесь они уже плохо там, а через какое-то время в этой всестройной картине образовывалась уже дырка, куда врывались очередные там два, три, четыре советских механизированных и танковых корпусов при поддержке нескольких авиационных корпусов, и уже там начиналось стремительное продвижение вперед. И это, кстати, очень хорошо будет уже работать, особенно в 44-м году. Ну, давайте поговорим про потери сторон. Значит, наши потери, если просто складывать то, что есть в отчетах по двум оборонительным и двум наступательным операциям, это 2558 самолетов. Понятно, что эта цифра достаточно условная. Мы говорили о большом количестве поврежденных самолетов, и в этой цифре мы учитываем только самолеты, которые участвовали непосредственно в Курской битве. То есть, допустим, для 17-й воздушной армии это где-то там с 5-го по 10-й июля. То, что уже после этого мы не учитываем. Действия 17-й воздушной армии, допустим, в середине июля или в августе не учитываем. Хотя, в общем-то, боевые действия велись в смежных районах. 8-ю воздушную армию не учитываем. И так далее. То есть, цифра, на самом деле, конечно, больше, плюс мы не учитываем авиацию дальнего действия. Опять же, потери, как мы видели, наши, они были очень, тоже в разные периоды были очень разные. Вот в первые, в самые дни Курской битвы, когда были понесены очень тяжелые потери, я напомню, что там 16-я воздушная армия в первый день 98, самолетов 2-й 91, 2-я воздушная армия в первый день 83 самолета, 76 самолетов 17-я воздушная армия. То есть, потери были очень большие. Но мы видели, что в последующие периоды это количество и количество вылетов на одну потерю, количество вылетов на одну потерю, оно также, эта цифра возрастала. Вот, допустим, если в начале там операции где-то 15-17 самолетов вылетов на одну потерю, то, как мы видели, вот недавно в операции румянцев до 60. И, собственно говоря, потери тоже были по операциям очень разные. Допустим, 16-я воздушная армия, я напомню, за 7 дней боев потеряла 55% своих истребителей и 37% штурмовиков. Безвозвратно. Ну, да. То есть, то, что написано в отчете. В то же время мы видели, вот опять же, положительные моменты, допустим, действия 1-й воздушной армии в определенные периоды, допустим, 14-го июля, до 14-го июля, действия наших воздушных армий 2-й и 5-й в Румянцеве первые дни. Там вот, как мы приводили статистику, некоторые соединения, там, 1-2 самолета на 170 самолетовылетов. То есть, приблизительно где-то одна потеря на 60 самолетовылетов. То есть, мы видим, как выросл этот показатель про люфтваффе. Опять же... Немцы все врут. Нет. Не все, наверное, что-то подверает, но не все, наверное. Значит, вот у немцев, если смотреть по безвозврату, то можно оценить потери где-то в 684 самолета. Это если складывать. Плюс еще значительное количество поврежденных самолетов. Ну, в общем-то, это количество, скорее всего, как и в нашем случае, должно быть больше, потому что не учитываются зачастую какие-то связные самолеты, значит, самолеты, которые, возможно, не были на балансе эскадр и так далее, и так далее. И здесь, так как тема, что немцы скрывали потери, она очень такая популярная стала из-за известных событий, которые вот были у нас тут в интернете недавно, то я бы хотел немножко поговорить про эту тему. Значит, во-первых, я хотел бы сказать, что, как я вижу, что для многих явилось неожиданностью, что у немцев вообще была вот эта система процентного отношения повреждения самолетов. Учета. Да, учета. В общем-то, высказано много ядовитых замечаний. Нет, идиоты еще высказывали замечания, что это я придумал такую систему, понимаешь? Нет, Миша, ты же никакого, не 15-го года рождения, не 1915-го, да. Чуть-чуть попозже ты родился. Ну, вот если серьезно говорить, то, в общем-то, эта система, она не была придумана для того, чтобы мы после войны считали по ней потери Люфтваффе. Она была для внутреннего использования, для оценки использования поврежденной матчасти в последующем возможности ее ремонта. Похожие у немцев были и с танками системы, и, в общем-то, это была общая такая практика. Проценты, не проценты... Я, кстати, знаешь, думаю, для большинства еще более откровением станет то, что в советских аварийных актах, где самолет был полностью уничтожен, ужас писали «потерян на 100%». Нет. Я просто хочу про эти проценты сказать, чтобы не было неясности. Это не значит, чтобы был самолет на 11, 12, 19% поврежден. Там было приблизительно где-то плюс 5%. Да. И эта система, она как была выстроена? То есть, грубо говоря, с 10 до 40% это были самолеты, которые можно было починить на аэродроме. Вот где-то до 10% это мог механик самолета исправить, а вот где-то от 10 до 40% это уже с использованием резервов самого там штафеля или группы. То есть, в принципе, с 10 до 40% этот самолет в зависимости от тяжести повреждений мог быть исправлен прямо на аэродроме непосредственно. Значит, от 40% до 60% это уже тяжелые повреждения и, в принципе, они связаны с заменой каких-то агрегатов. Возможно, с отправкой на завод. Это либо замена двигателя, либо это замена крыла. Если эту замену крыла, допустим, на Мессершмите могли провести на аэродроме, его могли починить на аэродроме. Здесь тоже существовали разные возможности. Известно, что разные варианты, когда самолет чинился при разных процентах повреждений. И, собственно говоря, с 60 до 100 это уже была потеря, но потеря в каком смысле? С 60 до 80 самолет рассматривался как объект для каннибализации, то есть, для снятия оборудования и отправления в утиль. Ну, или на ремонт на завод. Или на ремонт на завод. И от 80 до 100 это уже по-разному трактуется. Кто-то говорит, что 100% это то, что упало на территории противника. не всегда. Ну, не всегда, да. В общем, можно считать, что 80-100 это полностью уничтоженный самолет. Для тех, кто хочет знать более подробно про это все, вот есть прекрасный ЖЖ Андрея Михайлова, такого исследователя, вот он ГУЛ, ЖЖ ГУЛ называется. Вот он очень хорошо провел исследование именно как работала эта система в плане истребительной авиации. Там, причем, очень специфично работала по направлениям. То есть, даже вот эти, вот то, что, как ты сейчас рассказал, там 10-40%, если это был центральный участок фронта, где были такие аэроузлы, как там Орел, Брянск, там, Смоленск и так далее. все зависело от базы ремонтной. 51 эскадра их даже не такие ремонтировала, понимаешь ли, там 54, где тоже были там большие аэродромы мощные, там можно было разместить нормально базы, а если брать тот же юг, где постоянно 52-я и 3-я эскадры мотались туда-обратно от Тамани до Сталинграда и обратно, то, как правило, там все машины эти отправлялись на завод автоматом, или брать, что самое интересное, мне тоже понравилось, Заполярье, там вообще тоже чуть не от 10% отправлялись все самолеты на завод. Существовали особенности, и я вот хочу сказать, что вот даже в Курской битве я натыкался на такие случаи, когда летчика взяли в плен немецкого, но его самолет помечен как 40% повреждений, то есть вот историю умалчивает. Нашли его, наверное, потом вытащили. Либо его вытащили, немцы нашли потом, либо это. История показывает, что самолеты с повреждением 100% пару раз могли списать, потому что, ну что, нашли поврежденный самолет. Вопрос заключается в том, что, еще раз хотелось бы сказать, что эта система не была сделана для того, чтобы для учета потерь 100%. Мы ее используем, потому что других источников практически нету по этой теме. Есть такие, как бы, ну по-нашему, это движение матчасти немецкой, Fluxzeugbestand und Bewerins Meldingen, такие так называемые отчеты известные, тоже они лежат в сети. По ним, в общем-то, тоже мы не можем, когда мы вот озвучиваем потери, мы смотрим по квадратам, потому что одна и та же группа могла действовать в большом радиусе. И чтобы определить, допустим, действовала она в районе Ахтырки, в районе там Харькова или несколько южнее в полосе Юго-Западного фронта, требуется указание по квадратам, чтобы все это посмотреть на карте. И это вносит вот определенную такую, скажем так, условность в том, что мы озвучиваем вот эти цифры. Да, если бы у немцев было все как у нас. Вот есть боевые потери и небоевые потери. Боевые потери безвозвратные делятся. Не вернулся из боевого вылета, сбит в воздушном бою, сбит землетная артиллерия и там что еще там и все, да. И там небоевые потери, разбит в аварии, разбит в катастрофе и так далее. Нам бы было, конечно, очень просто. Мы бы тогда вообще, ну, тогда не надо было ничего придумывать. Мы, вот я еще раз хочу повторить, что то, что мы используем, это мы используем именно из-за того, что Курская битва одновременно, одновременно с ней проводились другие операции. И чтобы разделить этот массив информации, скажем так, исследователю требуется ну, какая-то более конкретная информация именно по картам, по квадратам и так далее. Мы это делали, исходя именно из этих соображений. Ну, и опять же, вообще, в принципе, в идеале, если сравнивать потери, там, сравнивать потери, там, от воздушных боях, сравнивать потери от огня зенитной артиллерии, сравнивать небоевые потери, допустим, да, потому что они тоже имели место быть, да, в конечном итоге, в идеале, иметь оперативные документы с обоих сторон. А это невозможно, потому что немецких оперативных документов уровня группа, скажем так, у нас практически вообще, нет, ну, то есть, они есть, но в минимальных количествах. Но самое смешное, что и советские документы уровня полка, они тоже доступны нам далеко не в полном объеме. Далеко не в полном объеме. И когда там, понимаешь, у нас две тысячи боевых вылетов с одной стороны на узком участке фронта, тот же Воронежский фронт, и две с половиной тысячи вылетов с другой стороны, и вот попробуйте вы, опишите все воздушные бои, все удары между собой. Фактически, во-первых, невозможно, и во-вторых, вот я еще такую вещь хотел сказать, что зачастую даже вот в архиве, в ЦАМа в нашем, да, в Подольском, даже документы, допустим, одной и той же воздушной армии могут друг другу противоречить. Поэтому я бы вот не призвал, призвал, вернее сказать, не циклиться на вот этих цифрах, что называется, до копейки, да, то есть они во многом не позволяют нам определять боеспособность всей. Именно поэтому, может быть, кому-то не очень нравится, что мы все время говорим самолеты, вылеты, самолеты, вылеты, но... Кому-то, я уверен, вообще не нравится, что мы говорим. Им надо сказать просто мы победили, все, мы были лучше. Активность авиации, она вот определялась количеством самолетовылетов, а ее воздействие уже на ход операции мы уже можем каким-то образом по документам наземных частей как-то определять. То есть здесь надо пользоваться перекрестными источниками, что, в общем-то, в истории обычная практика, да, не одним источником, а перекрестным источником. Я подготовил такую вот табличку по штурмовым нашим соединениям. Это потери 291-й штурмовой дивизии за июль и за август 43-го года. Я бы вот хотел обратить внимание на движение матчасти в июле. Мы видим, что к началу дивизия имела 127 самолетов, это с истребителями, с 737-м истребительным полком, и имела пополнение за июль 118 самолетов. 98 прибыло с заводов, 18 из других частей, 2 из ремонта. В то же время утеряно, это по отчету как бы дивизии, 117 самолетов. На 1 августа это 128 самолетов в строю. То есть мы видим, что если подходить формально, мы можем сказать, что дивизия как была 127 самолетов, так столько же и осталось. Но когда мы рассматриваем подробнее, мы видим, что, допустим, из 110 самолетов 69 попало в ремонт. Но они учтены у нас как потерянные. То есть дивизия не могла оперировать этими 69 самолетами, что привело к необходимости пополнять ее в основном с заводов. Но мы видим, что 18 самолетов из других частей было передано и так далее. То есть это вот те 60 самолетов, то, что у немцев бы написали 40-60 процентов и отправили по городу. И мы видим еще такую вещь, что опять же, когда всю воздушную войну сводят, сбил, не сбил, так сказать, это такой инфантильный подход, потому что мы видим, что из 69 самолетов да, да, они были, грубо говоря, выведены из строя. То есть 291-я дивизия их уже не могла использовать. Мы можем записать их в актив, ну, там, я не знаю, зенитной артиллерии или немецким летчикам в принципе. То есть мы видим, что суть воздушной войны она совершенно другая, вот даже глядя на эту таблицу. Вот для примера я еще привел в августе, да, опять же мы видим 43 боевые потери, в том числе в ремонт 34. Больше половины, там, буквально чуть ли не 70 процентов, да. И для сравнения вот еще приведем, собственно говоря, потери частей 16-й воздушной армии в июле. Вот вторая гвардейская штурмовая дивизия, 299-я штурмовая дивизия, но это в основном, чтобы сравнить, насколько более опытные соединения. Вторая гвардейская штурмовая дивизия, она была более опытная, воевала под Сталинграммным, и 299-я с молодым боевым составом. Вот тоже характерно, вот я бы хотел заметить, что 23 самолета сбито, допустим, 299-й штурмовой дивизии, 23 сбито истребителями, 22 не вернулось, и 46 разбито на вынужденных посадках. Очевидно, что это разбито не по вине летного состава, разбито по боевым причинам. Вот так выглядит картина, если ее рассматривать подробно и, так сказать, попытаться ее поанализировать. И, кстати, мы видим, что и потери 299-й штурмовой дивизии, это 91 самолет к боевым потерям и 6 к небоим. 97, практически полный состав дивизии. Почему я выбрал эти еще дивизии? Потому что я хотел бы напомнить, что 291-я дивизия вскоре стала в феврале 44-го 10-й гвардейской, 299-я стала 11-й гвардейской. Я бы хотел, чтобы вы оценили, что буквально через полгода эти соединения уже считались в наших масштабах, скажем так, элитными соединениями штурмовыми. И каков был путь у этих соединений по потерям, что им пришлось пережить. И, кстати, здесь же я могу привести следующую таблицу по потерям летного состава. Вот мы видели сейчас потери в штурмовиках. Вот на эти потери полного состава, допустим, полный состав дивизии фактически за июль был потерян и полностью восстановлен. Вот мы видим 38 летчиков и 26 стрелков. Это говорит о живучести Л-2. Конечно, я опять к этим бесконечным спорам, что Л-2 был плохой самолет. Скажем так, Ил-2 не был Юнкерсом 88-м, он не мог поднять две тонны бомбы. Он даже не был Юнкерсом 87-м. И 87-м он не был. Он был Ил-2, но я не знаю, любой другой самолет смог бы сохранить жизнь экипажа 38 летчиков при полной потере при таких потерях именно в матчасти. И второй миф, который обычно говорят один летчик и 5-7 стрелков. Мы видим 26 стрелков и 24-18 в августе. Это такое замечание очень характерное для того, чтобы наши зрители понимали, что просто сидя на диване сравнивать числа побед и сбитых самолетов потерянных это не анализ. Он не дает понимания, как это все происходило. Я еще раз возвращаюсь к немецким потерям, чтобы закончить эту тему. Михаил, вы правильно сказали, что действительно не будем отбирать хлеб у других историков существует это хорошее исследование Андрею Михайлову, что учет не все повреждения немецких истребителей, это его работа заточена на это, они были отражены. Собственно говоря, из-за этого при оценке потерь, вот еще когда книгу я делал в 2006-2007 годах, была снижена планка до 40%, не 60%, хотя логичнее было взять 60%, но во многих в тексте я везде высчитывал, когда было 40%, и в общем-то в условиях немецкого отступления это имеет смысл, и вот в этих флюкцойк Бештанд и БВН Смельденген, это движение матчасти, там действительно количество самолетов может быть несколько больше, есть такое предположение, но вот мы говорили, допустим, про операцию полководства мы видели, что немцы практически потерь вообще не несут, создается такой, как называется разрыв шаблона, что мы видим, что у нас основное количество сбитых самолетов это немецкие истребители, в немецких истребителях там один, два и то написано, что сбит не в воздушном бою, мы просто об этом не говорили, но были и такие случаи, вот представляется, что возможно, что не все немецкие вот именно поврежденные самолеты, они отражались в этих сводках генерал-квартирмейстер даже скорее всего однозначно, да, но это не значит, что в то же время, понимаете, как добросовестный исследователь, мы можем сказать, что они скрывали, а мы сбивали, да, то есть это тоже будет глупостью, мы можем говорить о том, что существует такое положение вещей, когда два источника не сходятся, и дальше мы можем ожидать, что появятся новые источники, которые каким-то образом опять же, надо еще раз подчеркнуть, они же не на порядок не сходятся, они не сходятся в единицах, скажем так, очень редко в десятках, очень редко в каких-то исключительных случаях, в основном это просто единицы расхождения, то есть верить или не верить тут в такой ситуации это даже не вопрос, надо просто разбираться с каждой конкретной ситуацией, а на это ни у кого не хватит ни сил, ни времени, ни жизни, потому что я вот посмотрю за последние там 10 лет, что-то я людей, которые там занимаются историей авиации и пишут какие-то серьезные работы и работают постоянно в Центральном архиве Министерства обороны, их как-то друзья вот сильно больше-то не стало, вот рядом с собой почему-то я вижу всех тех же людей, которые ходили там 10 лет назад, понимаешь, а вот количество людей, которые сидят, так сказать, дома у монитора, хотят сказать, что он-то точно знает, как там было, их вот количество постоянно растет, ты знаешь, вот меня вот это смущает немного. Конечно, легче всего сказать, что давайте поделим, сложим, и это все просто. Вычтем? И вычтем, да. Самое же главное, знаешь, как в том анекдоте, что идиоты, кто вас это сам, как я вас учить, никаких плюсовать и умножать, только отнимать и делить, елки-палки, все. Значит, чтобы закончить тему по потерям, по немецким потерям, я вот еще раз хотел бы сказать, что система процентная, она используется вынужденно, опять же, потому что это единственный источник, который может дать разбивку по датам и по районам боевых действий. Эта система немцами не придумывалась для того, чтобы последующие поколения считали по ней потери. Эта система нужна была для определения урона отчасти и так далее, и возможности ее починки. Как вы, Михаил, сказали, действительно, отчеты генерала-квартирмейстера по всей видимости, конечно же, неполные, это не является каким-то там, вот, никто на них не молится и не считает их инстанцией, так сказать, последней инстанцией, истинной последней инстанцией. Но еще существует один момент, это то, что вот потери немецкие на аэродромах, они тоже слабо отражены вот в этих отчетах, и вот об этом я чуть подробнее хотел сказать, потому что существуют документы комиссии 17-й воздушной армии, которая 28 августа обследовала основные немецкие аэродромы, это вот основа, мерки и так далее. И вот я хотел на этом остановиться, почему? Потому что очень много потерь, которые, вернее, как сказать, очень много у нас в оперативных документах сведений о налетах на немецкие аэродромы. Это связано и с налетами 17-й воздушной армии на аэродромы между Белгородом и Харьковом во время немецкого наступления, это и налеты во время Румянцева, это и налеты во время операции Кутузов на Орловском полознаме. Очень много таких вот боевых эпизодов, а в немецких документах абсолютно нету никаких в лучшем случае там несколько поврежденных. Есть несколько, вот мы отмечали СТГ-77, когда теряла на там нескольких аэродромах, несла потери, но в общем за Курскую битву таких данных не очень много. Комиссия 17-й воздушной армии 28-го августа осматривала аэродромы, полный текст в моей книге можно, она вот есть в интернете, можно посмотреть отчеты этой комиссии. Вот на аэродроме Рогань отмечены многочисленные воронки в районах стоянок самолетов и капониров. Местные жители связывали, что при каждом налете горели самолеты, при этом самолеты убирали немцы или чехи, местных жителей на стоянки не пускали. Аэродром основа 10 попаданий в капонеры по засыпанным воронкам ясно, что бомбили 15-20 дней назад. Ну, вот как раз где-то в районе наверное 8-го августа, когда мы отмечали потери немецкие, обнаружено 6 разбитых самолетов, 2 Юнкерса, 2 Хэнкеля, 2 Мессершмитта. Местные жители свидетельствуют, что 12-15 июля сгорело 6 самолетов, 28-30 июля 12 бомбардировщиков. В районе аэродрома обнаружена площадка, на которой находилось до 40 штук бомбардировщиков. Ну, основных типов 87-й, 88-й Юнкерс и 111-й Хэнкель. Это в Рогане, да? Это основа. Это южнее, как раз южная окраина Харькова. По показаниям местного населения отправлено 4 эшелона с разбитыми самолетами. Аэродром и Федорцы-Сокольники. 20 попаданий в Капонеры, тоже попадания по летной части, но всем отчасти эвакуировано. Аэродром по Мерки. Два ангара сгорело, один с самолетом. Во время налетов 9-го и 10-го августа сожжено 7 истребителей. По, опять же, свидетельству местных жителей. Близнецы этот аэродром уже в сентябре осмотрел. По свидетельству местных жителей 45 платформ с битыми самолетами было отправлено в начале сентября. На самом аэродроме 13 самолетов 109-й Мессершмитт и 111-й Хэнкель и 88-й Юнкерс сожженных и 6 в Капонерах. Во время налетов я могу сказать, что вот на этот аэродром я смотрел на Близнецы основные типы, которые уничтожались по докладам наших летчиков. Это Юнкерсы 52 и Юнкерс 88. Вот, опять-таки, такое свидетельство, которое, ну, мы, конечно, не можем говорить, что местные жители там сидели и считали при каждом налете сколько было уничтожено, но, по всей видимости, какую-то долю правдивой информации это несет. Это, во-первых. Однозначно. Да. Во-вторых, в районе стоянок многочисленные воронки. Это тоже и в Капанирах. И самое главное, это вот замечательная свалка на 40 бомбардировщиков и 10 истребителей и свидетельство о вывозе разбитых самолетов в тыл. Так как у нас популярна теория, что немцы все, значит, все свои потери скрывали, значит, надо понимать, что вот эти самолеты, по всей видимости, либо были повреждены в воздушных боях и потом каннибализированы, возможно, добиты повторными налетами авиации, либо это были, возможно, опять же, резервные самолеты, которые немцы утеряли на аэродроме и которые, возможно, не проходят по балансу эскадров. Плюс еще, наверняка, там была с 1941 года часть этих машин лежала. Не знаю. Я не знаю. Я вот встречал, кстати, когда в свое время еще смотрел 8-ю воздушную армию, вот то, что под Сталинградом, там с номерами, с шильдиками, там тоже интересно можно привезти, но это... Паровозы захватили с этой сбитой техникой, Там есть документы, там прямо с фотографиями самолетов и прямо с номерами. Вот мы рассмотрели вот эту систему, мы... Ты вот проще скажи, кто победил-то, мил человек, кто победил, скажи, мы победили? Или враги, супостаты, понимаешь? Ты вот все вокруг да около кружишь. Мы, скажем так, ориентируемся на людей, которые понимают, что проблема, она... Историческое исследование, она сложная достаточно и многофакторная. И вот когда обычно на людей, которые пытаются как-то объективно исследовать, навешивают какой-то ярлык, там, допустим, любитель Люфтваффе, или там... Немцефил. Немцефил какой-нибудь, поклонник Люфтваффе. Это далеко не так, потому что, вот я не знаю, в наших работах обычно мы... Ты знаешь, я сто статей написал про советских летчиков, как они героически сражались и там... Нет, ну просто я объективно хочу сказать, что... Ну, понимаешь, вот никто меня советскофил почему-то не называет. Знаешь, почему, кстати? Потому что они не читают ничего, люди, кроме Википедии. Большинство исследователей пытается максимальное количество материала, в том числе, скажем так, положительного для нашей стороны, опубликовать. Но почему-то его никогда не видят и лезут, какую-то выжимку берут, вот как была сделана выжимка с этой известной историей «один к десяти», вот как я видел в интернете, выхватили слова из контекста, насколько я понял, и объявили это непреложной истиной. Но, дорогие товарищи, надо понимать, что ни один нормальный исследователь в здравом уме не будет говорить о том, что всю войну было преимущество у немцев «один к десяти». То есть, это нонсенс. Когда кто-то рассказывает, он говорит о определенном периоде и о возможности, что да, в какие-то моменты возможно где-то могло доходить до такой вот цифры. Не то, что до могло, доходило, к сожалению. Доходило где-то. А если поговорить про 1942 год, там было все еще гораздо хуже. Вот мы с Геннадием Павловичем тут скоро будем цикл делать. Ну, опять же, я просто про что хочу сказать, что не надо вот эти все утверждения аппроксимировать на всю войну. Не надо пытаться выстроить какую-то вот такую, я извиняюсь, тупую теорию, что допустим, Тимин сказал «один к десяти». Давайте вот сейчас я вот умножил и получил там миллион самолетов. Ну, значит... Я же говорил, никаких умножить и прибавить, только отнимать и делить. Короче говоря, да, я просто не участвовал в этом обсуждении, но тем не менее, я вот хотел бы сказать, что относиться надо соответствующе. Поэтому немецкие потери по всей вероятности, как и наши, были выше. Продолжение следует...